А почему нет механизмов разовоплощения Духа и механизмов воплощения Духа? Этих механизмов мы не знаем. И поэтому развоплотиться что? Не можем при таких ситуациях. И что происходит? Медленное увядание, когда человек умирает. Поняли? Силы нет. Силы нет. Попадаешь в зависимости от скорости, тебя обязательно разобьет какой-нибудь предмет. Переходим в горизонталь. Попадаем в зависимости от скорости. И все. Ехали. И можем рассчитывать только на ловкость нашего тела. А чтобы ловкость была сила должна быть. А куда же там? Мы телом самым управлять не можем. У большинства людей Дух слабее своего тела, собственно. Как это так может быть? Значит он что? Скорой вообще не станет. Он в робота превратился. Батарейка у этого тела. Вы что? Так нельзя. Давайте дальше. Далее описывается такой тоже способ, как сделать человека следствием системы координат. То есть предварительно устраивается геометрия. Дух воплощается в эту геометрию. Те, кто попадает под действие данной системы координат, становятся следствием. То есть попадают не в плоскость своего влияния. И там уже дальше на механике дорабатывается. То есть это некий вертикально-горизонтальный способ решения задачи. Методом выстраивания геометрии. То есть запишите себе. Прежде чем осуществляется какое-либо действие, сначала выстраивается геометрия. Если вы ее видите, эту геометрию, вы ее можете что? Делать с ней все что угодно. И тело будет строго следовать посредством резонатора той геометрической системе, которую выстроил дух при реализации задачи. То есть... Продолжение следует... Продолжение следует...